Ян, пожалуйста, максимально вот обоснованно для наших зрителей, я считаю, это крайне важная информация сейчас, самая актуальная, сколько на самом деле, хотя бы приблизительно, погибло российских солдат в Украине и сколько, если возможно, как-то оценить, получило ранение. Потому что Шайгу, говорит, 5900, да, сегодня сто раз сказал, впервые он назвал цифру, но она какая-то уж совсем комическая. Да, конечно, прежде всего хочу сказать, что любой человек должен понимать, что на войну едут умирать. То есть все, кто едут на войну, у них очень высокая вероятность умереть. И при этом, чем ужасна война, эта вероятность вообще не зависит от твоих военных навыков, может не повезти, и погибнет даже самый-самый крутой военный, даже самый суперподготовленный. А уж, естественно, чем ниже подготовка, тем вероятнее смерть. Поэтому если кто-то сейчас задумывается о том, чтобы участвовать в мобилизации добровольно и не стараться от неё как-то избежать, то задумайтесь хотя бы о том, что вы просто погибнете там. Вот даже если вам на всё остальное наплевать, плевать на украинцев, на всё остальное, если вы верите Путину, просто подумайте, зачем вам это делать, если через неделю, месяц ваша жизнь просто закончится. Это первое. По поводу потерь. Конечно, цифра, которую озвучил Шойгу, она смехотворно мала и не соответствует никакой действительности. Даже просто журналисты, анализируя открытые данные и данные с кладбищ, ну то есть данные, которые может проанализировать любой журналисты BBC и Медиазоны, уже установили 6,5 тысяч человек по именам. То есть это гарантированно погибшие. Естественно, мы понимаем, что мы видим эти фотографии, что на полях украинских лежат российские трупы, которые никто не забирает. И этих людей сейчас, про них никто ничего не знает. Мы знаем кучу историй про то, как российская армия рассказывает, что у нас там на корабле, на крейсере «Москва» без вести пропавшие люди, ну, наверное, в самоволку убежали, по-моему, по морю. Вот, ничего, ещё вернуться живыми домой, конечно. И что по поводу цифр? Конечно, украинцы приводят цифру в 55 тысяч с чем-то сейчас. Она довольно быстро меняется, ну, вот в таком районе погибших. И знаете, в начале войны всё больше казалось, что украинцы, конечно, как и любая страна, конфликты, они всегда преувеличивают. То есть закон такой, преувеличиваешь свои потери, преувеличиваешь вражеские потери, преуменьшаешь свои потери. Но сейчас всё больше кажется, что эта цифра 55 тысяч убитых российских солдат, она ближе и ближе к реальности. Пентагон ещё в конце лета приводил цифру в 25 тысяч погибших. Там было у них 80 тысяч всего потерь, то есть там считаются раненые невозвратные потери, то есть люди, которые не могли вернуться потом обратно в строй. И, соответственно, 25 тысяч погибших. Британские военные ещё раньше, ещё в июле говорили о 20 тысячах погибших. И я думаю, что в целом нужно оперировать примерно таким порядком цифра. Если мы считаем российскую армию и российские все подразделения, то можно говорить о 30 примерно тысячах погибших. Но есть ещё подразделения из террористических ЛНР, ДНР. И сколько там погибших, очень сложно оценить, потому что те данные, которые они дают, это чистое враньё. И их очень сложно. Их всё время бросают на разные участки фронта. Никто не ведёт там их учёт нормально. Они на каком-то рабском положении находятся. Поэтому, но я думаю, там тоже речь идёт о десятках тысяч погибших. Есть также и всё-таки граждане России, которые, конечно, совершают сразу... Те, которые воюют сейчас в Украине, они в принципе уже... Их можно считать преступниками. Но есть и такие, которые, например, участвуют в ЧВК «Вагнера». Это сразу масса преступлений, автоматически на них ложится. И в целом преступники из колоний, которые едут туда, чтобы убивать, и погибают там довольно массово. Я думаю, там ещё несколько тысяч человек нужно прибавить. Я бы, наверное, давал бы оценку по всем вот этим данным от где-то 28-30 тысяч до 40 именно погибших. Вы можете, любой наш зритель может сделать простой эксперимент, зайти на сайт Орикс. Я думаю, уже все его знают. Это сайт, который собирает количество потерянной техники по фотографиям, видео, то есть по подтверждённым данным. Посмотреть, сколько техники уничтожено у России и понять, что в каждой технике, которая уничтожена, в ней есть водитель, как минимум один. И, например, цифра в 3800 плюс единиц уничтоженной техники означает, что, скорее всего, вместе с этой техникой погиб как минимум один человек. Ну, всё-таки, когда танк взрывается, сгорает, надо именно смотреть на цифры уничтоженной, не потерянной, потому что там есть техника, взятая в плен. Она может быть брошена экипажем. Соответственно, когда танк сгорает, это погибают три человека. Понятно, что иногда экипаж успевает спастись. Но, делая поправку, мы можем сказать, что в технике всегда погибает один-два человека. А есть ещё такая техника, как БМП, БТР, которые перевозят людей, грузовики, в которых могут быть люди. То есть даже просто по технике, если посмотреть, то там набирается 3-4 тысячи человек минимум, по самому-самому минимальному оценку. А тут нам, ну, естественно, как бы это не говоря о пехоте, которая без техники, которая погибает под артиллерийскими обстрелами. Поэтому, конечно, верить цифрам, которые привёл Шойгу, нельзя. И даже я сегодня видел, как в пабликах вот этих вот пропагандистов, которые называют себя военными корреспондентами, они прямо и пишут, что, ну, не знаю, может быть, у Шойгу такие потери, но у нас больше. То есть я думаю, что их даже эти цифры оскорбляют, потому что они видят, как погибают их товарищи по вот этой вооружённой группировке. И они видят это враньё. Ян, ещё хочется тебя о чём спросить. Вот по-разному оценивают готовность российских войск, разные источники. Ну, военкоров этих вот, котенков, мы не ссылаемся. Но вот Йенс Столтенберг, глава НАТО, сказал, что Россия крайне плохо оснащена. Он это сказал совсем недавно. И, возможно, это было ещё до того, как была объявлена мобилизация. И хочется тебя спросить, времени не очень много, я знаю, что тебе нужно сейчас, у тебя другой эфир, ты сейчас на расхват. Но вот хочется спросить, как ты думаешь, в ходе этой мобилизации удастся оснастить всех тех, кого призовут, не знаю, допустим, там, 10, 20 или там 100 тысяч призовут, им удастся раздать какое-то снаряжение? Они же не могут с голыми руками идти воевать, или с сапёрной лопаткой. Хватит у российской армии, чтобы всем носовать оружие в руки? Ну, по поводу оружия, я думаю, хватит раздать автоматов, но автоматы — это не всё, что нужно солдатам. То есть, ну, как известно, главное оружие солдата — это сапоги, чистые носки, трусы. Ну, потому что, действительно, иногда можно воевать даже без автомата, а без сапогов долго не повоюешь. Как бы это такая основа войны, можно этим пренебрегать, как это часто делает российская власть, но это глупо. И, конечно, после вот этих всех историй, где добровольцы жертвуют или, да, сторонники войны собирают какие-то деньги, я не знаю, может быть, это не настоящие сторонники, может быть, там это какие-нибудь компании переводят, не проверял эту информацию, но когда, значит, те же самые пропагандисты и паблики всяких этих ополчений пишут, что «Спасибо большое, нам задонатили столько-то денег, прислали 10 бронежилетов, как же здорово!» Возникает вопрос, если у российской армии нет даже 10 бронежилетов, которые она должна отправить на фронт вот этим вот ребятам, то где они возьмут бронежилетов на 300 тысяч человек? Сделать быстро бронежилеты? Ну, кажется, что можно, но тоже не факт на самом деле, потому что мы знаем, что российская экономика при Путине, ну, такая себе. Наверное, сшить форму они смогут, а вот какие-то более сложные вещи нет. Понятное дело, что никаких там прицелов, ночного видения, их там точно не будет. А без этого, естественно, они будут воевать, ну, реально, если не по законам Первой мировой, то как минимум начало Второй мировой войны. Я думаю, что вот эти вот фото из как раз ополченцев всех террористических ДНР, которые там в касках Второй мировой, ну, буквально выходили на бой и там с моссингами даже некоторые попадались. Ну, вот, это примерно то, что вполне может ждать этих мобилизованных. Ян, коротенький вопрос. Ты просто крут в математике, я не уверен, что все зрители так же, иногда может даже упрощать чуть-чуть. Подскажи, пожалуйста, вот оценка твоя, размер группировки российских войск на фронте сегодня, он примерно какой? Я бы ставил тысяч на... от 100 до 150 за счет различных всех вот этих вот вливаний ЧВКшников, ментов. Ну, то есть, я сейчас хочу, чтобы ты подтвердил мои слова. Вот они намного легче и понятнее. То есть, смотри, из группировки 150 тысяч ты говоришь о 30-40 тысячах погибших. То есть, буквально из тех, кто там поучаствовал, каждый четвертый, пятый домой не вернулся. Вот так можно формулировать? Или если нет, то поправь, пожалуйста. Да, я думаю, да, вполне. Вполне. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Спасибо. Спасибо. Спасибо.